Всем привет! Сравними смартфонов Samsung Galaxy S10 Plus. Это версия на 8 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти. Против Samsung Galaxy S9 это версия 64 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативки. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравните их стоимостью наличия. Что ж, видим сразу отличие в том, что тряная задняя камера у Galaxy S10 Plus тут двойная. И датчик отпечатка пальца находится на задней части устройства у S10 Plus. Датчик отпечатка пальца встроенной в дисплей. На передней части у смартфона в дисплее диагональ дисплея у Galaxy S10 Plus 6,4 дюйма против 6,2 дюйма у S9 Plus. Находится фронтальная камера у S9 Plus. Тут двойная фронтальная камера у S10 и разговорный динамик. На нижней части порты USB Type-C, джеки для наушников, динамик и микрофон. Слева кнопка вызова голосовой ассистентой кнопки регулировки громкости, справа кнопка включения. По габритам они примерно равны. Вот что интересно, что дисплей побольше у Galaxy S10, но по компактности они примерно одинаковые. То есть чуть-чуть может по ширине. Не, даже не отличается по ширине, видим. Что ж, хорошо, включим устройство. Посмотрим, кто загрузит систему быстрее. S9 даже включился быстрее, интересно. Хорошо, разблокируем. Устройство по дисплеям, по разрешению дисплеев. 2960 на 1440 точек, это у Galaxy S9. Суперамолед матрица, корень Горилла Глаз 5-го поколения. Против корень Горилла Глаз 6-го поколения, динамик Амолед дисплея и разрешение Quad HD Plus 3040 на 1440 точек. То есть лучше по разрешению Galaxy S10 Plus. Дисплей у него серьезнее. Смотрим настройки на версии операционной системы. Сведения программ обеспечения Android 1.1 против 1.0. Версия Android 9. Версия Nox 3.3 против 3.2.1. Также чуть новее операционная система на Galaxy S10 Plus. Хорошо, теперь перейдем в центральный тест Гейтбенч 4. Поверю в технических характеристиках. Здесь используется процессор у Galaxy S10 Plus. Процессор 9820, Exynos 9820 против Exynos 9810. Видим, как отличается разбилка по ядрам. Тут 4 плюс 4, тут 4 плюс 2 плюс 2 у Galaxy S10. Видеоскоритель Mary J72 против J76. Хорошо, смотрим результаты тестов. Вот это тест процессора. Вот такая вот разница на полторы тысячи баллов в мультивидерном тесте и на тысячу пунктов в одноидерном тесте. И тест видеоскорителя тут даже Galaxy S9 Plus выигрывает. Почему-то хоть оперативки больше и вроде как лучше видеооскоритель с игрушками, по крайней мере, точно лучше справляется, что я вам чуть позже продемонстрирую. А пока давайте посмотрим другой синтетический тест на ToToBetchmark, что он покажет. Скажу сразу, что Galaxy S10 Plus это на данный момент самое мощное устройство в рейтинге. В ToToBetchmark 337 тысяч против 254 тысячи. Почти на 100 тысяч пунктов мощнее. Galaxy S10 Plus считается в этом тесте. Вот он на первом месте, а Galaxy S9 Plus, вот ведь это уже далеко на 34 месте. Хорошо, закрываем. И теперь тест интернета, посмотрим, есть ли разница, потому что тут в синтетике разница большая. Перейдем на сайт Apple.com на S10. И посмотрим, кто загрузит, например, эту страничку быстрее. Одновременно загружает. Отлично. Теперь сюда. Тоже примерно одновременно. Явно преимущество у какого-то из устройств нет. Но за счет большего объема оперативной памяти Galaxy S10 Plus может больше показать много задач, там открыть несколько страничек в браузере, тяжелый какой-то фильм открыть, открыть YouTube тяжелой игрушкой. Это все будет грузиться в оперативной памяти. Все будет держаться в оперативной памяти. Тут что-то перезагрузится на 9+. Так, еще покажу на примере сайта Mi.com. Одновременно, в общем, видим, что преимущество 30% как в Antutu бенчмарке, скорости загрузок страничек в интернете, такого преимущества нет. Он чуть быстрее работает, чуть стабильней Galaxy S10, но не на 30%. То есть преимущество маленькое есть, но не кардинальное, незаметное. Вот. Теперь покажу. Переходим к следующему тесту. Это тяжелые игрушки по мобайлу. Откроем ее одновременно. Посмотрим, кто загрузит игрушку быстрее. Вот уже, в принципе, пошла быстрее загрузка на Galaxy S10. Вот сама вот эта вот прогрузка открылась быстрее. Старт игры. И теперь смотрим, кто меню загрузит быстрее. Так, низкий заряд батарейки, но нам в конце видео хватит. Никакие эконом-режимы оставить не буду. А тут есть обновление на S10. Нужно сделать обновление. Ну, хорошо. Уже покажу сам игровой процесс. Все это пропущу. Все загрузки. Ну, вообще, вот где-то на секундочек 5, если бы не было обновления, то Galaxy S10 Plus загрузил бы игру раньше. Примерно так. Ну, и увидите уже игровой процесс. Что ж, смотрим на игру. Так, графика. Максимальный уровень, ультра частота кадров. Ультра графика пока не поддерживается. Ее еще нет в игре. Что ж, смотрим, как работает игра на S9. S9 Plus. Все плавно. Не тормозит. В принципе, нормальный геймплей. Хорошо, смотрим теперь на S10 Plus. Будет ли тут разница? Ну, примерно так же работает. Может, чуточку плавнее, чуть поменьше фрезов. Ну, плюс-минус одинаково работает. Может, чуточку плавнее. То есть, кардинальные разницы нет на S10 Plus и S9 Plus. Хорошо, закрываем. Поп-мопайл. И теперь посмотрим на примере игрушки GTA San Andreas. Запускаем ее. Увидите уже игровой процесс. Закуску пропущу. Также запущу на максималках. Вот, вы видите, уже игровой процесс. Что ж, смотрим на GTA San Andreas. На S10 Plus. Супер геймплей. В общем, то же самое, что в Поп-мопайл. На максималках без тормозов работает игра. То есть, может, чуточку там моментами, но они деле заметно. Так, тут убьют. Остановим пока там игру. Ну, на S10 полный порядок. Отличная плавность. Теперь смотрим в сравнении, как на S9. Такой же уровень графики. То есть, выставлена максимальная графика. Но вот по плавности тут похуже. Похуже работает игра. Есть фрезы. То есть, тут реально подтормаживает игра. Не думаю, даже на видео будет заметно, что работает игра хуже. На S10 GTA San Andreas реально заметно лучше работает, чем на S9 Plus. Тут есть фрезы на максималках. Возможно, даже на S9 Plus лучше выставить чуть меньше уровень графики. Что ж, хорошо. Теперь о камере. Так, открываем камеру устройства. Так. У S9. Фронтальная камера 8 мегапикселей. У S10. Основная камера 10 плюс 8 мегапикселей. У S10 основная камера 12 плюс 12 плюс 16 мегапикселей. У Galaxy S9 основная камера 12 плюс 12. И теперь я покажу вам прямые снимки на основные камеры тип устройств в сравнении. Что касается автономности. Тут преимущество у Galaxy S10 Plus примерно на 10-15% он проработает больше. Батарейка 4100 мАч у S10 Plus против 3500 мАч у S9 Plus. И при этом Galaxy S10 показывает где-то на 10-15% лучше автономность, чем S9 Plus. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Белл. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Пока.